Доброе утро! Здравствуйте! Скажите, парни, какие есть плюсы от того, что вы близнецы? Допустим, в школе как-то друг друга подменить или на свиданиях, или еще какие-то моменты? В школе, в армии менялись и... Ну, безуспешно, конечно. В технику мы поменялись, я хотел сдать за него экзамен, но в итоге сдал на два. Провалил. А по какому предмету? А, это даже уже не вспомнил, но тем не менее результат был два, и поэтому... В армии, получается, вы тоже вместе служили, да? Да, это просто. Вас не рискнули. Это даже по законодательству так, что нельзя здесь плохо звучать. Интересно, я не знал об этом. В подъезде, да, в доме, в котором вы живете, вот спускаетесь вы по лестничной клетке, проходите, соседи встречают, как они к вам обращаются? Ну, наверное, не кричат «Дима, Слава, привет!» Ну, привет, сосед, да, боясь ошибиться, правда же? Братья обращаются. Привет, братья. Нет, они могут даже и сказать «Слава, я уже привык», то есть у нас разные сферы деятельности. Он военный, я полицей, в полиции работаю, поэтому даже идут... Есть возможность идентифицировать. Да, и вот идут военнослужащие ребята, говорят «Здравствуй, Слава, я уже никому не объясняю, что я Дима, извините, вы ошиблись, просто могу поздороваться, могу даже обменяться стандартными фразами, как дела, могу даже на них ответить, даже не объяснять человеку, что я Дмитрий». Ну, вот смотрите, интересно, что вроде как вы в разных структурах, но в то же время выбрали оба форму, правда же? Почему так случилось? Отец, отец у нас в милиции работал, в милиции еще, да, мы по стопам пошли. Даже с детства там, не знаю, машины там, которые вот обычные люди рисуют, обычные машины там, ребята. А вы рисовали милицейские? Да, машина там хлея, машина такси, там везде была мигалка, даже там что-то на всех животных, наверное, мигалки были везде. Я все-таки хочу спросить вас про личную жизнь, вот вернуться к этому вопросу. Вот на сегодняшний день вы женаты? Я женат. А вы? А у меня девушка есть. То есть здесь все-таки у вас разный сценарий развития событий? Да, кардинально. Можно так сказать. Просто произвел мне, что в своей жизни я очень рано, ну, рано встретил, чем Дмитрий. Девушку, которая, ну, особенно, я считаю, для меня, и сажусь с ней всю свою жизнь. Ну, а вкусы скажите у вас, допустим, может быть, оба предпочитаете брюнеток там? Нет такого, знаете, собирательного образа, да, там, брюнетка с карими глазами, там. Главное, чтобы человек был хороший, да? Ну, вторые половинки ваши различаются? Даже по цвету волос, росту, может быть, пару занятий? Да, да. Кардинально разные, очень разные девушки. Скажите, пожалуйста, а под знаком зодиака каким вы родились? Лев. Вот тигра. Это что значит? Какой у вас характер? Волевой, храбрый. То есть мы, лев такое животное, что оно властный. Например, взять отношения с девушкой, то есть лев выбирает одну девушку, считает ее особенной. И навсегда, да? И навсегда, да. То есть других девушек он не признает. То есть, если он одну выбрал, то есть она единственная. В этом вы схожи, да? На сто процентов. Потрясающий ответ. Да. Да, создать свой прайд, драгословая, и быть добытчиком для семьи. И делать счастье. Спасибо вам большое. Желаем вам удачи, любви и счастья. О прошлой жизни вашей мы все узнали, теперь посмотрим в будущее. А также наших телезрителей будущее узнаем, родившихся под другими знаками. Об этом нам обо всем расскажет Валерия Глоба прямо сейчас. Спасибо.